Вашингтон замер в ожидании вступления в должность 45-го президента страны. Личности настолько экстравагантны, что даже опытные эксперты в американской политике затрудняются делать однозначные прогнозы о первых шагах Трампа на должности президента, в том числе и в отношении России. Но первые прогнозы позволяют предположить, что отношения Москвы и Вашингтона могут претерпеть кардинальные изменения в самом ближайшем будущем. В аналитическом институте Катона внимательно следят за заявлениями Трампа. Эксперт по международным отношениям Эмма Эшворд ждет изменения политики по отношению к России. «Я думаю, мы увидим более прагматичный подход к отношениям с Россией. Может быть, начнется дискуссия об отмене санкций. Я надеюсь, что президент Трамп не отменит санкции просто в одностороннем порядке. На это он уже намекнул. Это очень опасно, потому что санкции были введены, чтобы добиться определенных целей, а их отмена означала бы отказ от этого плана. Вместо этого лучше было бы, и я надеюсь на это, использовать санкции, чтобы добиться конкретной выгоды. Сказать России, вам надо выполнить минские соглашения, обеспечить безопасность на украинской границе, и от таких договоренностей выиграют обе стороны». Другие эксперты считают, что за резкими заявлениями Трампа скрывается холодный расчет. Новый президент США готовит почву для переговоров. «Одна из ярких отличительных черт Трампа, он любит договариваться. Так что вопрос в том, до какой степени заявление о том, что Трамп хочет сотрудничать с Россией, о том, что НАТО изжила себе и ЕС разваливается. Это переговорные позиции, с которых он стартует, чтобы двигаться к компромиссу, что вполне возможно. Он же написал бестселлер об искусстве переговоров. «Ты никогда не начинаешь переговоры с заявлением о том, что ты действительно хочешь. Начинаешь с жестких заявлений». Пока точно ясно лишь одно. Американскую политику явно ждут изменения. Какой будет новая американская внешняя политика? Конкретно об этом говорить сейчас пока рано, потому что слишком неорганизованно проходит процесс передачи власти в этот раз в США, и слишком много вопросов еще открыто. Четко вырисовывается понимание того, что, скорее всего, новый американский президент будет вести себя на международной линии гораздо более прагматично, чем его предшественник. И вполне возможно, что это поможет наладить отношения со многими странами мира, в том числе, конечно, и с Россией.